И снова всем привет, с вами Дуки Трэш, и мы продолжаем играть в Сифу, и у нас Киану Ривз главной роли. Так, еще у нас, соответственно, дерево, это у нас дом, который открыт только вот с этой части, с этой стороны, потому что это только начало игры. Вот такие вот дела. Так, мы, так, берем Фахар Ботаник, это так, перерезал мне глотку в ту самую ночь, он первый в моем списке, бандит в банди числится ботаником, никогда не покидает скалад. Так, далее, что у нас здесь? Печально, известно, в городе ночной клуб, у меня близкий друг Шона, помню, как отец Шона, пожалуйста, на его посещаемость в школе, после его клиентура ничуть не лучше, похоже, вернее. Мне доводилось... Боец, да. Мне доводилось видеть Шона несколько раз в детстве, наши родители были мастерами кунг-фу, не могу поверить, что он также вмешан в их смерти. Он участвует в мероприятии по званиям сожжения, которое будет проходить в клубе. Нужно пройти туда пораньше, пока там не слишком много народу. Ботаник. Туда-сюда. Бывшая промышленная зона, когда не стало работы, не стало из жильцов, территорию захватили банды, теперь она объявлена запретной зоной. Плянище для смертельно больных. Здесь они могут воспользоваться широкими переч... методик традиционной медицины, чтобы унять свою боль. За прошедшие годы это место получило неоднозначную репутацию благодаря так называемым чудесным исцелениям. Обучался и воспитывался моим отцом Исифу, мы были близки, он много научил меня за те годы, исчез со своей женой и дочерью еще в моем детстве. А затем вернулся несколько лет спустя и хладнокровно убил моего отца. Сейчас он живет в здании Часопорит над городом и руководит центром традиционной медицины, где, по-видимому, не соприкасается с внешним миром. Цзинь Фэнь. Вместе с моим отцом были известными и уважаемыми людьми среди городской группы мастеров кунг-фу. Благодаря обостренному чувству справедливости она всегда первым делом вставала на защиту обездоленных и беззащитных людей. Не знаю, почему она решила пойти против них, но она заплатит за это. Теперь она стала главой крупной чрезвычайно-могущенной корпорации. Она все еще помогает страждущим за счет своих новых средств, но ее внезапное обогащение выглядит очень подозрительным. Самое высокое здание в городе. Располнен в недавно построенном районе. Офис Цзиньвэнь находится на последнем этаже здания. Это вот ее здание. Они, конечно, все стали крутыми, блять. Художница. Прошлое о куроке сложилось сложно расследовать. Несомненно, она японка. И если верить слухам, то связано с преступным миром этой страны. Должна быть какая-то серьезная причина, вынудила ее бежать в Китай. Теперь она руководит художественной галереей. Она трудится в ее стенах днями напролет, готовясь к своей самой амбициозной выставке. Галерея. Новое здание высокого класса, строительство которого финансировано из частных источников. Вы получаете очки, вы получаете хуйцы и так далее. Так. Трущобы, возраст 20 лет. Мы будем сражаться, не покидая этот возраст. Просто будем сражаться и все. Так, мы, короче, начинаем, да? Так спрашиваю, будто, блядь, пиздец, не в этом мире, нахуй, сейчас живу. А, мы че? А мы все, а мы кто? Короче, навыки свои проверили, мы крутые перцы. Они забаррикадировали вход на склад. Нужно найти другой способ пробраться внутрь. Все закрыто, ебать. Все закрыто, нахуй. Проваливай, я себе нич... Здесь для тебя ничего нет. Ты ничё, сука. Ребят, в моё дудзё, приходите, я вас научу хотя бы делать пинки. Блядь. Пидорсек. Так, короче, у нас здесь... Записка с черепом. Закрыт до тех пор, пока мы не скажем. Это записка... Короче, такая херня. Дверь на проспект закрыт. Попасть мы туда, соответственно, не можем, пока что. Как только мы эту голову пройдём, уже появится ключ, и мы можем сюда вернуться. То есть вернуться в игру, и пройти заново, и открыть уже эту дверь, и гораздо быстрее пройти всё. Эй, как ты оказался? Чё? Я не знаю, как проще сделать. Ну, короче, ладно, мы с этой палкой, блядь, сейчас будем всех хуярить. Шаршаш, в территории? Номоны, нолгудс. Нет денег, нет ничего хорошего. Торчки, вряд ли они доставят неприятности. Вот эту хрень мы видели здесь. Алкашки всякие, нарики, и прочие-прочие красавцы. Здесь нас нихера нету, блядь. Мы пришли сражаться, мы пришли пиздиться. Стой на месте! Пошёл нахуй. Даже не скажешь ничего? У меня получится, нужны ли собраться с силами. Ну чё? Кто хотел сказать пафосно, чё быстрее, мои руки, блядь, или твоя бутылка? Ну, во-первых, прозвучало двусмысленно, бэй. Во-вторых, его рука оказалась... Его бутылка оказалась сильнее моей руки. Тоже двусмысленно, ну ладно. Так, производится здесь наркотик, усынный рынок, блядь, блядь, блядь. Короче, я прочитаю потом, нахуй это надо. Читать, блядь, бесконечно. Открывай сейчас же! Иначе я выбью эту чёртову дверь. Зацени-ка этого урода. Тебе помочь? Склад, как тебя пройти? Кого хрен тебе надо? Ты же в курсе, где находишься. Мне нужен фахар. Никто не хочет видеть этого кретина, да и сам кретин никого не хочет видеть. Ладно, чувак, я тебя боюсь. Уворачивай карманы! Мы просто улётные войны, блядь. Ничего, сука. Всё. Мы, блядь, сильнейшие. Ой! Здесь всегда глючит. Всегда. А я 200 раз уже проходил, блядь, это дерьмо. Здесь почти всегда готова. Последняя сумка на подходе. Круто, поговорим, когда завершим работу. Этот журнадь звонит мне каждые 2 секунды и требует доложить обстановку. Сиди на своей жопе в своей чёртовой комарке. Как же меня это бесит. А мне бесит, сука, что ты, блядь. Чидишь, они на плантации. Эээ, да. Круто, поставь это внизу! Короче, двоих завалили. Осталось ещё двое. О, ещё одна осталась. Сейчас я бью. Хе-хе-хе. Ребята, нас в гости. Пошёл нахуй. А где, блядь, эта хуйня? Склад, он всё ближе. Вэрэхаус какой-то, блядь. Скажи склад по-русски. Всё будет хорошо. Так. Прочность, нахуй, оружие, нахуй. Подожди. Вот это я открываю. Вот это я открываю. Ещё один прыжок. У меня получится. Что за хуйня? Ещё как-то один прыжок. Ага, всё. Жаль, приняться вышвырнуть от тебя обратно. Пошёл нахуй. Всё. Деньги это мы потом почитаем. Потом. Там поедет же был крутой у него, типа, захват. Я должен был выхватиться, блядь. А я просто уебал его кирпичом, нахуй. Всё так в реальности должно быть. В реальности же охуевать. Всё. Лежать, нахуй. И не двигаться. Нео. Идёт. Давайте, давайте, шевелитесь. Я не хочу опоздать в клуб. Опаздывать. Я не опланирую сорвать больший куш. Вот так. Вот такие дела. Поняли? Я вас тут всех так отпизжу, что вы просто, блядь, не соберёте ничего. Хотя хотел сказать яйца, но тут ещё и женщина есть. Ну, блядь, не знаю, яичники. Короче, такие дела. Всё, идём пиздиться. Как ты нахрен тут оказался? Это было довольно сложно. Добро, добро, да. Хотя, если бы у меня были твои ключи, всё было бы намного проще. Даже и думать не сме, гнида. Твоя жалкая история, в которой я сейчас исчез. Ребята, вообще неинтересные такие, вообще скучные. Мы, короче, сейчас прокачаем всё, что связано с концентрацией. Всё. У нас сейчас есть ключи, наверное, которые мы можем открыть теперь другой проход, в который, вот, блядь, в следующий раз можно будет попасть туда. Вот так вот мы все проблемы решаем. От меня даже, блядь, ломаются эти хуйни, нихуя себе. Всё, нахуй. Игры, шутки, всякая хуйня, всё кончилось. Всё кончено, товарищи. Так, короче, ладно, идём мы, значит, к главному боссу. Босс говорит, никого не пропускать. Фахар должна оставаться в одиночестве. Он ждёт меня. Мне так не кажется, его только палатный тип навещает. Во! Вот это круто, да. Так, и до лампертс. Так, всё, прокачали мы что-то там. И, как мне кажется, мы сейчас будем крутыми, блядь, уже к середине игры, просто. Так, блядь. Дуэйр закрыта. Ладно. Как смотрится Нео, да, вот на этом фоне всё. Это напоминает мне похождение Нео в игре Путь Нео, когда надо ходить по городу по разным улицам и выполнять мелкие миссии, собирая там всяких людей. В разных местах вообще, к матрице не относящихся, но у них способности, как будто они поняли, что они в матрице. Ну, кто ж сам? На! Короче, мы планируем не убивать никого из этих милых ребят. Ты чё, охерял? Ох. Короче, нужно блоки ставить в последний момент. Давай! Давай! Чуть-чуть. Во. Пропускаем этот удар. И просто бьём. Далее должно быть у нас момент, то есть мы сейчас будем опять не драться, и произойдёт эта херня, типа, где нужно будет просто, блядь, его пощадить. И всё. Он, соответственно, получил часть какой-то силы, он использует просто леса. Охуительно! Вот это охуительно для этого. Для... Не, хотя нет. Для превью будет, когда вот я его схвачу уже. Ай! Блядь, пиздец. Сначала. Ладно, пробуем, блядь, в 50-й миллионный раз. Не. Надо сохранить жизнь этому ботанику. Так. И где? Ладно, ещё раз. Поба! Дай. Вот, пощадитесь Потому что мы не убийцы Ни в игре, ни в жизни Нельзя, надо оценить чужую жизнь Поэтому всех, кого мы убили, мы их просто били Сохранили жизнь тому, кто меня убил Но я воскрес, поэтому Но это охуительно, когда, блядь, Нео стоит над тобой И дарует тебе жизнь, блядь, это пиздец Вот эти хрени, кстати, не появляются Если ты действительно Поступаешь правильно, и в конце игры они Еще появятся Я вообще думал, что если сохранять им жизнь Они будут С тобой в одном доме жить А так получается Думаю, на этом как раз таки и стоит Ох ты ж, бать Закончит Этот выпуск Всем пока, подписывайтесь Скоро будет новый канал И там будет немножко про политику На этом только игры, поэтому Вот такая фигня Всем спасибо, всем пока, это был Токий Трэш Жкать в хорошие игры Подписывайтесь там на то, что там можно подписаться И до новых встреч